ну всем здравствуйте всем здравствуйте пока всех то нету хотя 17 человек уже вполне себе все но ничего вон уже 111 есть до добрый вечер всем вот если что я тоже присутствую так это покажусь просто в одном аккаунте тяжело уместить двух человек одновременно и мы с людмилой которая находится вот моем аккаунте здесь на соседнем стульчике креслица приветствуем вас сегодня мы обсуждаем джедаевские дела всякие сверхспособности эзотерические около психологические и же с ним и заранее так сказать кто в записи слушает окончательно привет если кто-то только-только по инерции заходит присоединяется то превентивный привет нас слушают люди с разных городов весей видимо от минска судя потому что евгения судакова здесь до самых далеких заголков и территории жанна объединить два аккаунта одновременно вести мы так делали несколько раз мы получаемся обрезанные расплющенные обрезанные поэтому пусть будет в каком-то таком относительно полноценном и не кастрированном варианте до харьков вот видите замечательно как обычно ответ что касается записи все это будет никуда не денется никуда от нас не убежит даже юль субботина нам привет передает и искусство лики астро эзотерик про пишет сколько там там утро сейчас поедину утра ближе к ланчу ближе к ланчу приближать но бишкек уже не ланч но бишкек теплее хотя бы это не может не радовать не может не радовать так относительно джедаев как вы припоминаете я где-то раз в год вел мероприятия то мне завлекли меня более всякие сложные родовые спецкурсы я передал эстафет и эстафет людмиле которая сейчас в эту тему и погружена глубже ей это интереснее и она в эзотерике 20 лет и знает гораздо больше меня с точки зрения эрудиции а я так по-своему по простому могу сказать что с самого раннего детства еще разговаривая со всякими барабашками невидимыми под кроватью я был уверен на сто процентов что в этом мире есть тот невидимое есть в нем что-то странное почитывая мамину книжку звезды и судьбы посматривая фантастические сериалы почитывая периодические книжки значит про фантастику я абсолютно был уверен что все это реально это никуда не девается что люди могут стрелять лазерами из пальцев что могут телепортироваться что они ну как минимум на уровне вачовский в сицилиум общаются друг с другом там эмпатии почему меня не понимают родители и я себя в принципе хорошо помнил ну так с трех четырех я себя помню замечательно сейчас я смотрю на ярослава палыча и уверен он тоже офигевает как эта магия происходит что я сам хожу на горшок что я сам легко орудую и вилкой и лоской и моя еда не подлетает до потолка когда промахиваюсь и не промахиваюсь ярослав палыч считаю что это магия когда мы едем на велике что я противопедали и не задумываюсь об этих педалях что же магия я слышал интересное определение магии что это явление и ситуации которые не подвластны стандартной бытовой логике и фактически джедай про это про возможность выйти за пределы за рамки стандартной бытовой логики за возможности посмотреть глубь себя и те проблемы те операции и те мероприятия которые вызывали у вас шок и трепет от самых простых как вставать с утра и не чувствовать себя разбитым до самых сложных опять же мы с астрологической стороны в основном можем оперировать и говорить для кого-то для кого-то вот кстати может в эфире кто-то поставит плюсики кто был может у меня может у людмилы может на белых пятнах может быть на продленках может быть на каких кураторских часах и мы вам четко прогнозировали назад вот когда астролог осуществляет вот эту магическую операцию крутит месяц два-три назад играет вот там происходило вот этого там происходил вот это это стандартная диагностическая процедура вот может он плюсик поставит и напомнит для кого-то это тоже магия для кого это тоже непостижимо если вы спросите у своих коллег вот такое можно сделать взять там покрутить пару месяцев назад и сказать вот феврале у вас деньги пришли или в марте вы заболели получается вот получается для обычного человека что называется с улица это что-то анриэл невероятная прям вот джедай перед джедай легче достать лазерный меч и кому-нибудь голову отрубить чем начать лазить вот в эту ткань будущего эти мистерии событийности вот поэтому мы с людмилой обсуждаем сегодня как раз эти тонкие мистические стороны и мне жутко интересно и сам я в это по уши погружен а людмил уже как специалист на и ну и как обычно мы отобрали ваши самые интересные вопросы-запросы а я своей стороны еще буду так немножко модерировать посматривать мало ли что такое проскотит невероятное то что взорвет лампочку уже в моей голове мы это еще дополнительно откомментируем так ну тогда людмила будет вещать а я стараюсь пристроить вот так вот аппарат вот так развернула всем здравствуйте в моем аккаунте присоединились те кто многие из тех кто на меня подписан и на два аккаунта не могут разорваться и смотрят у павла и у меня остальные все смотрят всем здравствуйте еще раз всех приветствую понятно что в преддверии курса немножко поподробнее вопросы которые уже был эфир который я вела и в котором мы разговаривали про и про магию и про эзотерику и про сверхспособности как их можно видеть в карте и как они могут быть проявлены сегодня тоже собрали ваши вопросы из контакта и из инстаграма из обоих аккаунтов инстаграма тоже собрала вопросы вопросы в некоторых моментах повторяются но тем не менее иногда как в основном они разные но суть у них может быть одна поэтому я сейчас на эти вопросы поотвечаю если опять же опубликуете какие-то интересные вопросы в ходе обсуждения я тоже на них отвечу в целом целом что хотелось бы сказать что тема сверхспособности она последнее время так разрекламирована на последнее время там несколько там 5 6 7 лет в общем после времен перестройки когда люди не могли найти ничего стабильного и завтрашний день был непредсказуем людям нужно было на что-то операции и в какой-то момент они решили что можно опираться в конце концов пойти погадать какой-нибудь бабусе или ну что-нибудь предсказать эзотерическое а еще можно было повлиять а еще можно было что-нибудь такое придумать чтобы повлиять на тех кто вот что-то может сделать и принести в клювике какой-нибудь там бонус в виде денег или в виде возможностей перестройка прошла люди не изменились и то что молодое поколение впитало в тот момент сейчас это расцветает ярким цветом и превращается в то что люди хотят этим неким таким образом ну скажем профессионально этим заниматься этим владеть этим обладать ну и соответственно уже летим того поколения тоже передается потихоньку эта история когда все люди которые занимаются эзотерическими практиками смотрят в карты своих детей они там могут тоже наблюдать какие-то истории что там обнаруживать где-то там ухать а хотя ой неужели тоже есть или на опасениях либо наоборот радоваться тому что он передалось ребенку значит я уже знаю как чему мягенько обучить чтобы ребенок этому не удивлялся а мог использовать это гармонично и проявлять своей жизни сверх способности сверх то что надо надо нашей обычной жизнью над нашим материальным миром над тем что мы можем вот ежемневной нашей жизни не требуются не нужна сверхспособность чтобы утром одеться но при этом сверхспособность читать какую-то информацию с обычной фотографий ну да считается что сверхспособность раньше всем этим занимались Бабки в деревнях Практиковали это Особо так Они все знали, но они себя сами не рекламировали Сейчас куча рекламы Когда там все вместе Все в одном, приходите в одно место Заплатите много денег и все вам будет Всегда люди верят в чудо и хотят использовать Поэтому я тоже верила в чудо Я тоже это использовала и развивала И в какой-то степени развилась Теперь к вопросам Которые вы озвучили А вот насчет бабок и хайпа Я тут, если кто присоединился Еще раз привет Я вспомнил, что в Саратовской Хрущевке Мы с бабушкой Как-то заряжали воду Несколько лет длилось Как это, Алан Чумак, по-моему И это было По всей стране Потом я же посмотрел Что это люди, они были вхожи Чуть ли не в кабинеты первых лиц государства Что они Чуть ли не с Пугачевой там дружили Что они были рукопожатные С ними лыбзались С ними общались какие-то академики И Ну чуть ли там не телезвезды И в Бомонде Это что они? Вот эти люди Эзотерики тоже что ли были? Это тоже был хайп такой В перестройку Как вот к таким сферспособностям относиться? Ну там была сверхспособность Влиять на количество людей Опять же у людей была в тот момент Расшатана психика Из-за нестабильной ситуации Которая была вот в стране И всем хотелось верить в чудо И когда медицина была так себе Конечно же было проще Выпить воды, которая была заряжена Перед телевизором И поверить в это Ну кстати эффект плацебо Никто не отменял Кому-то помогало Очень многим кстати помогало Потому что самоунушение Очень такой большой ресурс Который есть в организме Каждого из нас Потому что этим тоже можно пользоваться И каждый ложась спать И просыпаясь Можно себя программировать И на то, что все очень круто И этим тоже пользоваться То, чем обладали люди Которые выступали по телевизору Ну да, это некий такой доступ Вообще к телевизору Это первый момент А второй момент Это возможность влиять на других И внушать Но все остальные были внушаемы Ровно на этом и работало Ох Да, ну и дела Но по сравнению С постсоветской переклиникой Я так подозреваю Заряженный телевизор Крем был меньше из зол Ну бесспорно Это огнище И еще относительно сверхспособности И относительно хайпа Что еще какая очень важная история Ну сверхспособности Должны базироваться На каком-то маломальски В твердом контексте В житейском, бытовом То есть, грубо говоря Если вы, как я и моя бабушка В хрусевке Заряжаем там воду у телевизора Ну, опять же Вот там Наш мозг Это квантовый биокомпьютер Где плавятся Всякие химические элементы Если мы начнем мыслить позитивно И зарядим воду И сделаем карту желаний И будем медитировать На новогоднюю елку То все сбудется Ну вот В масштабе Нахождения тухлой рыбы Какой-нибудь там Утром У подъезда Такое желание Ну, может быть Где-нибудь избудется Может быть Избудется Я к тому Что сейчас Транс продолжается И никуда Не девается Если вы думаете Что мы Сейчас будем Вот это Колдуй бабка Колдуй дед Насылать на вас Исцеляющие лути Говорить Что надо мыслить позитивно То, опять же Не по адресу Мы говорим больше О саморазвитии Мы говорим больше О магии Которая Естественно С использованием Ресурсов подсознания Естественно Через подключку К тонким мирам Но она Эта магия Более практическая И более научная Что ли Не побоимся Этого слова И речь На сегодняшнем мероприятии На последующем мероприятии Которое ведет Людмила Не сводится К исцелению К поднесению Инстаграма Куда-нибудь К матке Чтобы там Ребеночек появился И так далее Мы такими Непорочными зачатиями Не занимаемся И Также не занимаемся Чухней Про позитивное мышление Потому что Какое у вас мышление Ну Такая ситуация В которой живете Работает же Обратная история Работает Рекурсия Что Раз ситуация В которой вы находитесь И мозг ее считывает Такими органами чувств И сформировал Такие нервные траки Сети и пути Значит ситуация Не позволит вам Измениться щелчком пальца И не позволит Считывать людей По фотографиям За одну минуту О чем идет речь Людмила Думаю скажет Но мы все равно В самом начале Сделаем особый акцент Что любые Нумерологии Астрологии Таро Хиромантии И прочие Логии И мании Они Опираются На энергии Высших планет Они же Трансатурнянцы Называются А Сатурн Это король Материального мира Как граница Такая определенная Грубо говоря Для того Чтобы обладать Сперспособностями И экологично Ими распоряжаться Необходимо Привести В хоть В какой-то Предварительный Порядок Вашу жизнь И если Это не освоено Если вы Депрессуете Дома Живете В 35 С мамой Сделали карту Желания На нее Медитируете И при этом Даже волосы Забыли помыть И забыли Пыль протереть Со стола Ну Я бы сказал Сверспособность Могут испортить Вашу жизнь Это будет Второй Чумак Кашпировский Вы улезете В эту эзотерическую Дрезину Это очень опасно И Из этой Дрезины Выбраться тяжело И поэтому Для многих людей Эти сверхспособности Могут быть Таким Неэкологичным Антидепрессантом И приводить К беде И так как Мы живем Все-таки В материальном мире Мире Сатурна В мире порядка В мире законов Принципов И правил То есть Если хотите Экологичные Сверспособности То Уэлком Ну Мы Даже Не вопрос Про консультацию Наверное Есть В хронности Мне кажется Сколько Три что ли Бесплатных дня Вообще Можно Бесплатно Сделать себе В нашем Мастер-процессоре Индивидуальный План рождения Посмотреть Блоки самооценки Блоки зоны комфорта Как распоряжаться Энергией Какую профессию Брать И Большая рекомендация Перед И нашими эфирами И курсами Людмилы Распечатать себе Этот ИПР Индивидуальный план развития И посмотреть Азбука астролога Но если кому хочется Сейчас приложите Телефон К больному месту К голове Не знаю К попе Надеюсь Сработает Людмила Старайтесь Телефоны с вами Приложены Сейчас Я стараюсь Самое главное Это верить Это 50% работы Так что да Вера это очень важно И я добавлю еще К той теме Которую Павел уже сказал Про материальный мир Про Сатурн И про то Чтобы освоить Сверхспособности Необходимо Хоть как-то Привести В порядок Жизнь Я еще добавлю Что необходимо В порядок Привести Тело Поверьте Это очень важная Составляющая Многие Кто идет Во всякие Эзотерики Во всякие Сверхспособности Они забывают О своем теле И Что происходит Происходит То что Энергия Какие-то проводятся Что-то человек В себе Раскачивает Что-то он там Делает Но Этому не на что Ложиться Потому что У нас в любом случае Есть тело И для того Чтобы считывать Этот мир Для того Чтобы Неким образом Вот материально Соприкасаться К чему-то Или там Несколько вопросов Как лечить руками Окей Руками лечить можно Но вопрос Через что Вы будете Эту энергию Проводить Потому что Нельзя приложить Ничто И каким-то образом Через ничто Что-то передать Поэтому тело Обязательно Должно Быть в порядке Запомните Это раз и навсегда Потому что Было такое Что Даются какие-то Рекомендации Не только мной Но и всеми остальными Астрологами Которые у нас В лаборатории жизни Консультируют Даются рекомендации По приведению Тела в порядок А потом Прилетает негативная реакция Зачем Мы спросили Совсем Про другой Хотите Хотите делать это Эффективно Делайте Хотите делать Это просто Ради того Чтобы Было И может быть Как вариант Готовьтесь К неким Может быть Негативным Последствиям Но здесь Так вот Зона ответственности Исключительно Ваша Либо вы Ответственны За это Либо нет И результат Соответственно Будет ровно Такой же Как вы К этому Относитесь Так что Тело Приводить В порядок Обязательно Ментальный мир Должен Ментальная практика Должна Ложиться На что-то Материальное И без этого Никак Так что Я На личном Опыте Все это изучено И Из своих Собственных Соображений Я вам даю Знаете Есть такая Техника Техника безопасности При работе С картами С рунами Совсем Совсем Чем угодно Самая главная Техника безопасности Это в первую очередь Приведите тело В порядок Чтобы у вас Там почка Потом не отвалилась После того Как вы начали Там потоки Проводить через себя Кто-то про Джуну Спрашивал У нее По-моему Ребенок умер Да У нее умер Ребенок Да Видите Поэтому так Опасно Плутон не прощает Перекос Да И она потом Сужили себя Об этом винила Поэтому Здесь Такой момент Планеты Высшие Как дают Так и забирают А теперь Хорошие Хорошие новости Елена Калядина Спрашивает Дает ли Сверхспособности Высшая планета Стоящая на Асценденте В первом доме Если не имеет Аспекта Со светилами Или личными Планетами Планета Высшая Социальная Стоящая В первом доме Тем более Прямо на Асценденте Она уже Является Личностной Ровно потому Что она Находится В этом положении Поэтому Да Ответ Простой Что да Такая планета Может давать Сверхспособности Какие По этой планете Дальше Елена Соколова Какие Сверхспособности Если на Солнце Квадрат Отсоединение Нептуна С Марсом А Луну Квадратит Уран И Плутон В секстиле С парочкой Марс Нептун Бывают Бывают Озарения Но Жить Таким Оркестром Нелегко Что Привлекает Внимание В этом Вопросе Это Описание Что Жить С этим Нелегко Нелегко Значит Неосвоено Нелегко Значит Вы Это Воспринимаете Как Бремя Нелегко Это Значит Ой Я имею Сверхспособность Что же Мне С этим Делать Как Мне С этим Работать Да С этим Может Быть Жить Тяжело Но Вопрос Если Вы Живете Длительное Время С этим В какой Тяжести К чему Вы В итоге Пришли И Какие Техники Вы Применяли Чтобы Это Освоить Чтобы Этим Управлять Опять Нелегко С этим Живется Только Тем Кто Этим Не Управляет А Когда Некая Способность Управляет Человеком Вопрос Все равно Сводится К тому Что Надо Брать На Себя Ответственности Либо Вы Это Осваиваете Либо Вы От Этого Отказываетесь Это Можно Сублимировать В Другие Виды Деятельности Это Не Обязательно Проявлять Именно Как Сверхспособности Потому Что У Каждой Планеты В том Числе У Высших Есть Разные Способы Проявления Разные Способы Приложения В том Числе И Через Материальный Мир Можно Это Делать Так Не Обязательно Развивать Сверхспособности Курс Будет Для Тех Кому Интересно Уже Прям Пойти В Какую-то Более Ментальную Практику Чем Физическую Как В карте Подростков Отличить Сверхспособности От Сумасшествия При Соединении Урана Сосветила Только Соединения Или Не важно Другие Аспекты Во-первых Подростков Возраст Это Возраст Такого Сумасшествия Гормонов Когда Человек Даже Не имея Каких-то Специальных Указаний В карте Может Казаться Что Он Сходит С ума И Что Ребенок Который Был Адекватным Ребенком Который Мог Что-то Воспринимать От Родителей Вдруг Становится Неуправляемым И Это Тот Самый Переходный Возраст Который Сталкивается Большинство Родителей Поэтому Здесь В любом Случае Не важно Уран Или Любая Другая Планета Будет Некое Такое Временное Мы назовем В кавычках Помешательство Ребенка Ребенка Когда Он Пытается Освоить Все Что У него Происходит В теле И Когда Он Привыкает К себе Новому И К себе Трансформированному Переходный Возраст Это Такая Трансформация Дай бог Если Мы Говорим Про Некую Предрасположенность Опять же Если Уран Делает Аспект На Светила Все Это Сумасшествие Гормональное Сопровождается Еще И Желание Выделиться Быть Нонконформистом Отличаться От всех Других Как это Может Выражаться Это Может Выражаться В том Числе Когда Сейчас Доступно Все И Всякие Эзотерические Темы Доступны Это Может Выражаться В том Что Ребенок Начинает Говорить Что Я вижу То Я вижу Это Или Каким То Образом Что То Рассказывает Понятно Те Кто Занимается Этими Практиками Практикует По Настоящему В своей жизни Они Отличат Легко Иногда Ко мне Обращаются С подростками Что На что Это Больше Похоже Как Это Больше Выглядит Все Таки Эзотерическая Какая-то Склонность Или Это Сейчас Какое-то Буйство Воображения Да Можно Отличить Да Можно Понять Но Что Можно Сказать Что Дайте Ребенку Этим Переболеть И Опять же Наблюдала Многих Подростков Которые Потом В итоге Выросли И стали Такими Взрослыми Людьми У них У большинства Это все Проходит Как руку И снимает Когда происходит Знакомство Со своим Человеком У женщин Замужества У мужчин У мальчиков Это Некое Такое Определение С профориентацией И выход На профессиональную Деятельность Все Забывается Уходит Это Период Действительно Такого Помешательства Но контролируемого Которые Нужно Пережить Поэтому И сразу Ставить Если у Ребенка Уран В аспектах Со светилами Диагноз Ставить Ни в коем Случаю Нельзя Диагноз Ставится По всей Карте И при условии Что да Есть длительное Проявление Каких-то Там Странных Таких Телудвижений Проявлений Ребенка Поэтому Здесь Ни в коем Случа Вот Только по Одному Аспекту От урана Ничего Сказать Нельзя И тем более Нельзя Поставить Какой-то Диагноз Сейчас Возьмем Вопрос Потока И от меня Тогда еще Пара копеек То что я Наблюдал Если у человека Действительно Да То он Это делает Тихо Сам Для себя Это не На хайпе Это не Показное Поведение Это не Попытка Доказать Это нет Открытия Ченнелинга В тот момент Когда мама Из дома Выгоняет Нет Цикличности Нет Вот этой Невротической Активности Что как только Проблема на учебе У ребенка Сразу Голоса В голове Нет Это Тихо Спокойно Для себя Ну и Второй признак Против Равных Эти сферспособности Не идут в ущерб Чему-то еще То есть Если это Сидит подросток И колдует На куриной лапе И при этом Он заявляет О нетрадиционной Сексуальной ориентации И ходит В психдиспансер И прочее Ну Может быть Это дар Но это такой Дар как бремя И к слову о бремя Астрологисты Если не ошибаюсь Спрашиваешь Вот типа Вроде как Сверхспособность Типа есть Она проявляется И вроде как По карте Диагностируется А что если Нас самому человеку Нафиг не нужна Что с ней сделать С этой сверхспособностью Как с ней быть Не проявлять Это можно применить Совершенно в других Сферах Если это Если это болит Если это Причиняет Неудобства Это ваша воля Распоряжаться этим Как вы хотите Можно применять Можно развивать А можно Это сублимировать В какую-то другую деятельность Ну либо деятельность Либо в какие-то Другие способности Которые можно В себе развить И приемлемо Для так скажем Для социума Или для самого человека Применять Тогда поиграем в игру Чтобы люди поняли Вот например Уран В голове Голоса Ченнеринг Ребенок Периодически Начинает Каким-то другим голосом Вещать с потока В какую чисто Теоретически Творческую деятельность Еще мы этот уран Можем засунуть Чтобы Черти не говорили Через подростка Ну в данном случае Можно чем-то Занять Условно Инженерным Или Какими-нибудь Вещами Которые связаны С всякими Как эрудицией Что-нибудь Не разгадываясь Сейчас скажу У меня все слова Повлетали Из головы Пазлы, квесты, головоломки Да, да, да Какие-то головоломки Что еще можно сделать Если голоса в голове Значит можно делать Чтобы ребенок Разными голосами Что-нибудь записывал сам То есть это вот Через голос Скорее всего Можно что-нибудь Наружу В конце концов Освоить профессию Радио ведущего И говорить разными голосами Я тоже умею Я тоже Актриса еще та Поэтому Озвучивать Различными голосами Мультики Или что-нибудь Подобное Делать Снимать Опять же Можно по урану Что-нибудь Вещать на Общую аудиторию И снимать Какие-нибудь Или это делать Можно закадровая Какую-нибудь вещь Разными голосами Озвучивать что-нибудь И тоже подойдет Так Пришел подросток И говорит Маме Что во сне Кошмары И я в них убиваю Меня убивают И я вижу тело Со стороны И какие-то там Сущности со мной Общаются по углам И потом Не могу заснуть И потом Как будто пьяный И потом Не могу сфокусироваться На утебе Какие варианты у мамы Между дуркой Бабкой Шептуни И церковью Что еще можно придумать Такие вещи Вообще всегда Основаны Когда во снах Приходят Такие монстры И сложные ситуации Такие прям На грани жизни И смерти Это внутренние страхи Ребенка Которые лезут Через бессознательное И когда ребенок Днем Вытесняет Эти страхи Находясь в сознании Ночью Они из него лезут Если мы говорим Про Как это опять же Сублимировать В обычную жизнь То это можно Это все вырисовывать Это можно Опять же Это превращать В какие-нибудь Мультики Не знаю Клипы снимать Пусть они будут страшными Пусть они будут Какими-то там Ужасными Но тем не менее Это можно Как раз В некую визуальную историю Перевести В нашем Реальном Материальном мире Так называют Арт-терапия Эмоционально-образная Терапия Которая Связана С нейрографикой Например И все Да Но Ну и например Когда пришел Подросток Говорит Мама Чего не скажу Все сбывается Карпнул И человек там Заболел раком Карпнул Учительница Сломала ногу И ходит он В негативе Считывает мысли Говорит Мама Я вот знаю Что учительница Думает Я знаю Что Вася Думает Что Петя Думает Просто такой Чтец мысли Менталист появился Но с негативным Съязвительным Деструктивным Таким дуском Ну Чтобы Не кормить его Допаминами Антидепрессантами И так далее Что же делать С таким Детективом Начинающим Ну вот Можно в принципе Использовать По прямому назначению Всякие квесты Пусть ребенок Допустим Придумывает Эти квесты Потом их можно В качестве идей Каких-то реализовать Это можно Ну квесты Которые там С хоррорами Какими-нибудь Или с Ну что-нибудь Отгадывать Что-нибудь Исследовать Детективничать Чтобы можно было Для самого ребенка Такое можно Устраивать И делать Что еще можно Например Ребенок Можно Там Посетили Какое-нибудь Место И он может Критическую Какую-нибудь Историю Рассказать Или там С его слов Можно записать Критическую статью Или отзыв Ну чтобы ребенок Критиковал Потому что Это вот Прямо явно Попахивает Плутоном Который очень любит Все Прямо выворачивать Наизнанку И Рассказывать Как это устроено Еще что можно Сделать Для такого ребенка Это чтобы он Смотрел фокусы И эти фокусы Разгадывал А потом Например Публиковал Как они сделаны Великолепно Вот нам пособие Так Ну это вот Это все Что можно сделать Ну не только Это Но для подростков Для взрослых Это Так себе Взрослые уже Могут критиковать И могут целые блоги Вести По поводу критики Выводить всех На чистую воду И Очень дорого Даже на этом Зарабатывать И кстати Там был вопрос Про заработок Можно ли С межспособностями Зарабатывать Можно На своем курсе Я буду рассказывать Как этим можно Зарабатывать Как в карте Увидеть Можно этим заработать Или это просто Применяется В качестве хобби Увлечения Или О боже Это как благотворительность Это моя миссия Это моя цель На поскольку Это такая глубокая И Достаточно объемная тема Конечно же В рамках эфира Это не расскажешь Хотя вопросы такие были Но еще раз говорю Просто так Насколько Это не расскажешь А вот Углубиться И за 2,5 часа Это изучить Вполне вероятно Возможно И можно будет Сделать Там по-моему Пятое занятие У нас будет посвящено Тому Как зарабатывать На свежспособностях В том числе Деньги У кого-то Есть свежспособность Притягивать деньги Но об этом Вы тоже узнаете На курсе Тоже на курсе И проведу Когда у нас будет Занятие Посвященное Плутону Я вам проведу Практику Чтобы деньги Которые вы заплатили Можно было вернуть Кто по-настоящему Заплатил Вернет себя А вообще Сверспособности Я вам скажу так Сверспособности Это когда Рано вышла замуж Женщина рожала детей И осталась В форме Вот это Сверспособность А медитации Считывать фотографии Разговаривать с фантомами Это все Можно натренировать Вот Быть Всю жизнь Стром Это сложнее Намного Так Вопрос Можно ли на тайной карте Алтын Солнцева Спрашивает Можно ли на тайной карте Увидеть Какая именно Методика Подходит Для развития Свежспособностей Например Видеть души Умерших Разговаривать с ними Где и когда Искать учителя Если это необходимо И будет ли это в хроносе И будет ли это в хроносе Павел Ну от себя В хроносе Там пока Для более Таких Неискушенных Зрителей У которых Там коты не лежат На инстаграме У которых Не видят Мертвых во сне Там есть Отдельный вид Отдельный блок Карты талантов В разделе Профориентации Там где-то Будет написано Психологические способности Эзотерические способности И способность Планировать Прогнозировать будущее В том числе С помощью астрологии Ну такие там пока Кратические штуки Но потом Мы еще доделаем Блоки В том числе Эзотерические В хроносе Пока в карте Талантов есть А как развить Это все Ну как развить Это все Да Тут вопрос Можно ли увидеть На тальной карте Можно увидеть Это вообще не вопрос Методика Как это развивать Тоже можно увидеть В карте Необходим ли Для этого Какой-то Гуру Учитель Или достаточно Или можно Это изучать Где-то в группах Где-то как-то Там Самому чему-то Обучаться Книжки По книжкам Обучаться Это тоже Можно увидеть В карте Если Свои способности Завязаны Допустим На Девятый Либо на третий Дом То тут Есть Да Тема Что нужно Освоить Нужно Поучиться Можно Нужно Это В себе Развить Таким Достаточно Последовательным Путем И Как вариант Если Юпитер Участвует То Да Это Можно Сделать Через То Чтобы Заниматься Конкретно Персонально С Каким-то Гуру Которого Слушать И Следовать Его Заветом Что Еще Очень Важно Хочу Сказать Это То Что Мы Все Абсолютно Разные У нас У всех Есть Свои Проблемы Но У нас У всех Есть Свои Таланты Поэтому Когда Вы У кого-то Обучаетесь Когда Вы Что-то Осваиваете Вы Имейте Ввиду Что Все Что Вы Освоили Все Равно Будет Трансформировано Под Вас Самих Никогда Не Удерживайте То Что Допустим Вам Там Говорят Представьте На черном Экране То-то То-то Никогда Я не могла На черном Экране Что-то Представить Не Надо Делайте По-своему Потому Что Мы Все Устроены Вот Абсолютно Индивидуально Делайте По-своему Это Залог Более Быстрого Развития Своего Таланта И Более Быстрого Осваивания Техники И Необходимость Чтобы Этим Уже Владеть И Пользоваться Пока Участники Спрашивают Сверхталант Жрать И Не Толстеть У Кого-то Возникнет Вопрос Что Тут Наживаемся Что-то Втюхиваем И так Далее Бесплатную Технику Прям Вот С потока Отдаем Жрать И Не Толстеть Рассказывают Вам Поэтому Возможно Еще Вода Кранчик Поэтому Жрать Не Толстеть Вот Пожалуйста Сверхспособность Можете Хоть Завтра Развить Хельга И Прочи Интересующие А теперь Дальше К вопросам Нелищностный Уран В точном Соединении С Южным Узлом В Седьмом Доме Будет Сверхспособностью Или Наоборот С этой планетой Будет Малой Контакт Но Учитывая Что Уран Не Личностный То Именно Как Часть Личности Он Будет Освоен Не До Контакта Учитывая Что Это Соединение С Южным Узлом В Седьмом Доме Очень Похоже На То Что Некий Персонаж Некая Фигура Которая Являет Носителем Урана Ну С ней Связь Какая Там Прошлых Воплощений И Вы Можете Быть Урана Вы Найдете Своего Астролога С которым Вы Будете Очень Близко Общаться Вот Вам Будет Партнер По Седьмому Дому По Старой Памяти Души Договорились Знаете Друг Друга Давно И Вместе Общаетесь Из Из Этого Описания Больше Похоже Все Таки На Какой То Персонаж Который Прошел С вами Из Прошлых Воплощений Чем Какой То Свой Личный Талант Бесспорно Своим Личным Талантом Это Тоже Является Но Так Чтобы Распаковать Его И Прям На Полную Катушку Использовать Силу Неличностности Урана Скорее Всего Нет Но Опять Не Использование Отвоить Вечественную Планету И Как Правило Все Таки Это В Технике Человек Выясняет Что Не Так Уж Это Ему И Нужно И Не Так Уж Оно Ему И Пригодится В Этой Жизни И Нет И Нет И То Что Человеку Нужно Он Просто Получит Через Другие Планеты Через Другие Таланты Которые Вот В Прямом Доступе Находится Что Не Надо Биться Головой Об Стену Ради Того Что Собственно Не Принадлежит И Душой Не Было Задумано Чтобы Это Принадлежало В В В В В В В В В У У Нет Четкого Разграничения Таро Это Только Плутон Или Таро Это Только Нептун И Таро И Та же Астрология И Руны Они Все На Компиляции Разных Более Того Там Есть И Личные Планеты В Этих Техниках Участвуют И Социальные Планеты В Этих Техниках Участвуют Есть Рунические Расклады Которые Объемно Кидаются Кипитер Только Может Считать Как Там Все Объемно Встало То есть Посмотреть Картинку В целом Над А дальше Интерпретация Пойдет По Энергиям Которые Проводятся Высшими Планетами Никогда По одной Планете Сверхспособность Нет Она Всегда Собирается Как Некий Пазл Со Всего Что Есть В карте И Всегда Подтягивается Под Это Какие Показатели В карте На то Что Человеку Нужно Стоит Есть Смысл Реализовать Социуме Свои Сверхспособности То есть Использовать Их Профессиональной Реализации Например Эзотерик Дорог Биоэнергет И так Далее Есть Несколько Вариантов Первая Профессиональная Реализация Без Денег Вторая Реализация За деньги Не обязательно Профессиональная И Третья Просто Делаю Сам Для себя И Пришли Подружки Погадала Поржали Все хорошо Поплакали Тоже Все решили Через Те же Допустим Руны Как Реализовать Это И В какой Степени Использовать И Где это Будет Более Гармонично Применять Конечно Тоже Опять же Все в карте И Несмотря По каким Домам Все это Расставлено Аспекты На какие Дома И на какие Планеты Это все Имеет Там есть Связи Формулы Ну Учитывая Какую Формулу Эта планета Формирует Там Будет Уже Понятно Можно Это В качестве Профессиональной Деятельности Либо В качестве Какого-то Хобби Увлечения Которое Например Может Деньги Не Принести А Может И Принести Валя Мирис Спрашивает Стоит Ли Ити Если На Меркурии Учитесь Стой Потому Что Уране Этого Не Будет А Я Не Дергаю Лишний Раз Планшет Чтобы Астролог Натали Ру Стоит Искать У себя Сверхспособности При Нахраждении Плутона В Скорпионе В Восьмом Доме Который Полностью Поражен И Жизни По юности Предсказывала Через сны Смерть Отца Дедов И Дяди Недавно В период Кризисной Ситуации Снились Сюжеты На Волнующую Тему Посыпались Просыпалась В эмоциональном Возбурдении Через Пару Тройку Недель Все Реализовывалось До деталей Сни Сны Начались До того Как узнала О кризисе И Потом Когда прошел Кризис Все Закончилось Это Типичная История Про Восьмой Дом Который Начинает Работать И Наслаждается Ли Уже В конце Концов От Кризисов Или Все Еще Не Освоил И Все Еще Трудно И Человек Отстраивается От Этого Плутона Да И При Таких Показателях Действительно Кризисная Ситуация Она Будет Считываться Человеком С поля Вот Всеми Возможными Способами В том числе И Через Сны Если Человек От Своей Чувствительности Как бы Немножко Отстроен Не В Контакте Со Своим Телом Не В Контакте Со Своим Внутренним Диалогом Который Может Что-то Подсказывать И Интуицию Проявлять Может Проявляться Пробиваться Через Сны Кризис Прошел Человек Его Прожил Все Успокоилось Ну До Следующего Кризиса А Все Что Касается Смертьей Болезней Ну Да Любимая Тема Восьмого Поля Чтобы Это Однажды Всплывает Что Предсказал Какое-то Страшное Событие Все-таки Это я Накаркал Или Я Это Предсказал Вот Накаркать Какое-то Сложное Событие Сейчас Скажу Сленг Кишка Танка Это Нужно Владеть Очень Большим Запасом Энергии И Проводить Эту Энергию Чтобы Взять И Сформировать Событие Для Другого Человека Это Один Из Высочайших Уровни Черной Магии Магии Влияния Чтобы Такое Сформировать Считать Да Считать Вы можете Поэтому Не Надевайте На себя Доспехи Бога И не думайте Что вы Это Сформировали А Считать Пожалуйста Так что Этого Сразу Нужно Понимать И Разочарую Вас Не можете Вы сформировать К слову о Доспехах Бога И вульгарщине Человек С вызывающим Ником Степли Башка 82 Интересуется Относительно Способности Если они Есть То Проявиться Должны Ну и многие Думают Вот если у меня Есть Значит оно Должно Проявиться Само Раз есть Значит должно Само А спросим Вот у всех Ли Это проявляется Само И должны Ли способности Кому-то Проявиться Раз они Есть Нет Они могут Не проявляться Смотря Где поставлены Стоят планеты В гороскопе Они вообще Могут Никогда Не проявляться И человек Может И знать Не знать И вообще Если в роду Были травницы То может быть Внучка Великолепно Гонит Самогон И никогда В жизни Она никого Не лечила Никакими травами Но талант Не пропьешь Талант Может быть Но он Может Выражаться Совершенно В других Вещах Поэтому Да Способности Никому Ничего Не должны Если Вы В себе Чувствуете Развивать Можно Нужно Это решать Вам Но со своими страхами. Беру и работаю. Вот это вот белая магия. Если только вы захотели себе притянуть деньги, жениха, повлиять на другого человека, чтобы разговор с начальником прошел хорошо, все черная магия, все магия влияния. Каким образом это может? Ну, конечно, Плутон обожает такие вещи. И он так это провоцирует. Это, конечно же, если мы про Тару говорим, это Аркан Дьявол. Это прям их любименькое. У Дьявола и у Плутона делать это через какие-то другие планеты сложнее. Через Нептун сложнее, через Уран сложнее. Но, опять же, нужно просто быть честным самим с собой и не прикрывать то, что хочется прям вот делать. Я белый и пушистый, но вот магия влияния. И был вопрос про лечение руками. Есть ли формула целителя в карте? Формула целителя нет. Вот можно ли этим заниматься? И вот так вот посмотрел, где планеты стоят, так собрал их. Там, значит, о, ага, вот это с этим. Все, у меня формула целителя, я пойду целить. Автоматом целить вы никому не сможете, скорее всего. Ну, только если прям какой-то мега талант достался или прям лезет наружу. развитие, если вы понимаете, там, ну, тоже будем на длительном курсе все это, на онлайн-практику мы будем все это исследовать и смотреть, как это применять. Но, если вы понимаете, что предрасположенность есть, и что, когда вы цветочков касаетесь, или своих кошечек касаетесь, и у них шорт колосится, тогда, да, есть вариант, что вы через руки проводите энергию. Если все, к чему прикасаетесь, дохнет, тоже, да, потому что есть способность проводить через руки, ну, просто немножко другое. Все можно применить, и то и другое в пользу можно использовать. Автоматом формула такая не считывается, и автоматом не работает. Ну, тоже такое будет лечить руками, то что же воздействует на другого человека, хоть и с его разрешения. Тоже магия влияния, тоже трансформация другого человека энергетики. В чате начался такой коммошен, предположим, наша инстаграм зрительная впечатлительница смотрит. Есть карта желаний на Новый год, она там свою фотку наклеила в центр, на Ватман, и рядом муж с прессом 6 кубиков Майбахом и плачкой денег, там фотка Мальдив, фотка, там, не знаю, Трусселей за генпровокатор и еще что-нибудь, ну, это стандартный набор. Вот как ей понять, она черной магией занимается, притягивает свою жизнь, текущий контекст ее жизни не пускает ни Майбах, ни Трусселя за 150 тысяч рублей. И когда она боженку просит в лице деда Мора, он же дед Мороз, он же там дьявол и так далее, вот она просит аркан дьявола на Новый год с помощью демонической, вечно зеленой, вечно мертвой елки, обряд существует, на шар, медитация, все, на черной магии притягивает вот эти пресс 6 кубиков, Майбах и поток денег. Это она черной магией занимается или черная магия все-таки предполагает какие-то другие условия? Ну, нет, вот прям настоящая черная магия предполагает другие условия, но когда так натив делают, мы скажем, это мечты, такое, прям, мечта-мечта, для того, чтобы это действительно притянулось, допустим, часть из этого может сработать, но если вы не обладаете своими талантами в плане своего Солнца, не владеете своим Солнцем, если вы не обрели свой собственный позвоночник в виде Сатурна, то что вы все это вы не удержите, это раз, и два, нужно четко помнить, что мир нас зеркалит, если у нас у самих нет кубиков на прессе, то не факт, что рядом эти кубики будут в мужском теле, в качестве мечтаний, да, в качестве реализации скорее всего нет, но даже если так случилось, что все-таки Дед Мороз принес, удержать вот это будет задача, это нереально, если вы сами не достигли этого уровня. Ну, хорошо, урань не хочет труселя со 150 тысяч, все, помогаю вам Господь, движемся дальше. Ой, ну мы сейчас кстати коррективным каким-то воздействием можем и труселя за 150 тысяч кому-нибудь нашаманить. Надо включить магию, повлиять. я стараюсь. Вообще, между прочим, красивое женское белье, это тоже супермагия, и когда полутонистки носят белье сверху, холщовый мешок, вообще шикарно работает на протяжении мужчин, между прочим. Я думаю, вот когда Урания сообщит мужу о пожелании, подарка, он ей припомнит эту магию. Здравствуйте, Коуч Астра. Здравствуйте, я бы хотела узнать, что вы думаете по поводу плутона на северном узле в 12 доме в Весад, и как это можно трактовать. Трактовать нужно полностью всю карту. Если мы берем исключительно плутон на северном узле в 12 доме, то, как вариант, этот плутон по 12 дому все-таки освоить в виде каких-то детективных талантов или способность раскапывать какие-то тайны, например, побыть детективом или страховым агентом, который раскапывает, что специально муж сначала застраховал жену, а потом ее убил, чтобы получить страховку, вот может быть и прийти к этому, научиться этому после 36 лет. Например, судьба создала какое-то там событие, которое нужно обязательно докопаться до истины и узнать, что это такое. Но как вариант это может быть осваивание спешеспособностей, но опять же, каким образом, когда, что и через что, ну тоже нужно смотреть карту в целом. Так, мне интересно, Катрин Емельяненко, мне интересно, что такое сверхспособность с точки зрения астрологии, но это мы уже ответили, это в основном высшие планеты, которые обладают теми способностями, которые даются сверх того, что нам необходимо для жизни, чтобы поспать и поесть. И да, перешагнув рубеж 40 лет, я могу сказать, что планеты, которые высшие, они начинают работать и то, что мы себе думаем, что в 35, ой, я точно освоила Нептун, ха-ха, 45 вы поймете, что нет, не точно, и что дальше будет все интереснее, потому что там планеты распаковываются и дают свои таланты, если вы подготовились к этому, если вы развивали все время, после 40 они вам начинают прямо из рук изобилия там сыпать, только успевают подставлять карманы. Я не про деньги, я про способности и про возможности. Так, часто замечаю, что мои мысли через несколько минут, часов лет, это моя реальность, что, чего в этом больше, предчувствие или программирование. Скорее, есть такой момент, что если вы живете в контакте с собой и чего-то хотите и сонастраиваетесь и это истинное желание, то захотев чего-то вы можете сами себя так немного перенастроить, ну вернее так, дать себе цель, на которую весь ваш организм будет работать в последующем, пока вы этой цели не достигнете. Это не обязательно сверхспособность, это в принципе просто может быть элементарное целеполагание. Ну, захотели в этом занимать какую-то должность, все, вы идете, плюс у вас, допустим, с Сатурном все, более-менее хотя бы. Ну, четко выстраиваете план и идете, и когда вам попадается возможность, вы ее берете и поднимаетесь по той же самой, допустим, карьерной лестнице, и через несколько лет вы занимаете ту должность, которую вы хотели. Это никакая не магия, это никакое не предчувствие, это самая простая цель, которую вы поставили, к которой вы стремитесь. Так, и дальше пример, заезжая во двор и точно знаю, что там есть свободная парковка. Если вы один раз, да, и если, допустим, у вас есть Плутон, то что, вы один раз приехали, парковки нет, у вас это выбесило, и теперь каждый раз, когда вы выезжаете с парковки, вы говорите, и тут мое место. Ну, да, есть немножечко там от Плутона. Если же вы просто едете и думаете, ой, хочу, чтобы была парковка давно, верно, есть местечко, приезжаете, ну, скорее всего, как вариант, вы считали. А если вы живете в этом доме давно и знаете эту парковку уже давно, то вы просто знаете, что в это время бывают свободные места, и заезжая на нее, вы... Это некий аналитический талант, который анализирует, что в это время на парковке есть свободные места. Не во всем есть магия. Ну, магия есть во всем, но и не во всем она есть. Надежда Жукова, 31. Добрый день. У меня такой вопрос. На дальней карте все высшие планеты сильные и имеют связь с личными планетами. Означает ли это необходимость использовать талант по всем трех планетам и получится ли это сделать при слабом дисгармоничном солнце? А, ну, вот, к сожалению, не смогу быть на эфире. Ну, я озвучу этот вопрос. Славное, слабое дисгармоничное солнце. Ну, оно требует все-таки для того, чтобы какие-либо таланты в гармоничном варианте транслировать наружу, все-таки с Луной и с Солнышком было бы необходимо поработать. Об этом же мы будем разговаривать на самом первом занятии на практику, потому что без этого адекватно наружу транслировать таланты и смысла развивать, иначе просто нет. Нужно было бы сначала закрыть потребности травмы и то, что мешает, а затем уже убрать более качественную, более продуктивную реализацию этих высших планет. Все три, все равно кто-то из них будет сильнее. Не может так быть, чтобы прям все три планеты суперсильные, там все равно какая-то будет сильнее, плюс контекст карты, плюс баланс стихии, плюс, а что же все-таки, какие предрасположенности есть, какой контекст жизни, исходя из этого, можно определять, какую именно из этих трех планет стоит развивать и какая будет развиваться более успешно. И самое главное не скатываться в эту историю, что ладно, вот это у меня и так получается, ну-ка я сейчас разобью то, что у меня, ну как бы не дотягивает или получается плохо. Зачем развивать это, что развивается хорошо, пользуйтесь этим, поверьте, это закроет очень многие моменты, не нужно будет использовать то, что развивается трудно или плохо, а можно использовать то, что развивается намного легче. Замечательно. И тогда пару еще таких организационных копеек, не забывайте, что у нас в всех соцсетях, по-моему, в Инстаграме и ВКонтакте точно до сих пор проходит розыгрыш. Уже во вторник у Людмилы стартует сам себе джедай, и это не вебинар, это целый спецкурс. Тут 6 занятий, туда намешан 20-летний опыт эзотерики, туда подмешана наша астрологическая система, там будет использованный ПР, Хронос и все самое интересное. И я подытожу то, что сказала Людмила, самая мощная и самая такая магическая ваша сферспособность заключена в экзистенции, в самом факте вашего существования, в слове «я», в слове «намерение», в слове «выбор». И если у вас проблемы с этой микроскопической способностью, слово «я» отсутствует в вашем лексиконе, намереваться не умеете, обещать себе не умеете, слово держать не умеете, ничего хотите или не знаю, чего хотеть, я, конечно, все-таки рекомендую опять же в Хроносе посмотреть ИПР, тот самый план развития, потому что в каждом из нас сидит та частица со-творца, которая и занимается воспроизведением этой магии, а все остальные лайфхаки это уже такие доп.инструменты, но очень полезные, очень интересные. Окей, окей, поэтому вот возьмем таким этим самым постфактом, как эпилогом, The Wheel of Fortune колесо удачи нам сообщает, что нужен яркий поджопник, поэтому желаю всем ярких поджопников и до встречи на прочих эфирах, мероприятиях, у меня все уже в скайпе, да, все, всем пока! до встречи, Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok